Добрый день, уважаемые участники отборочного конкурса по программе «Умник». Действительно, благодаря усилиям Замира, наконец, здесь началась эта программа фонда «Содействие и развитие малых форм предприятий в научно-технической сфере». Хотя эта программа, надо сказать, идет уже с 2007 года. То есть, наконец, я считаю, что это очень важный этап, и думаю, что с этого момента, конечно, эти реабилитации станут регулярными. Ну, я скажу два слова о фонде, потом еще несколько слов скажу про «Умник», про регламент, про особенности программы, чтобы вы представляли, как это все будет происходить. Фонд, полное его название, фонд «Содействие и развитие малых форм предприятий в научно-технической сфере», он был организован в 1994 году Иваном Михайловичем Гортником. Бывшим он был председателем Госкомитета по науке и технике Советского Союза, а потом и некоторое время Российской Федерации. И поэтому по имени основателя, неофициально, конечно же, фонд до сих пор называют фонд «Ибордник», потому что он был бессменным директором до 2011 года. И фонд является крупнейшим в стране учреждением, которое финансирует научно-технические проекты на ранних стадиях развития. Крупнейшим и среди частных, и среди государственных. Ежегодно фонд распределяет примерно 4 миллиарда рублей бюджетных денег, а в этом году эта сумма увеличена в двое в связи с кризисом. Другие статьи урезали, а фонду наоборот добавили. Распределяет на научно-технические проекты прежде всего на НИОКР. 90% финансирования идет именно на выполнение НИОКР. Ну и, соответственно, к этому, естественно, очень высокие требования истекают, чтобы это была действительно научная работа. То есть она должна сопровождаться публикациями, она должна сопровождаться подготовкой и патентованием разработок. Результаты работы депонируются в общей единой базе научно-технических работ Российской Федерации. Поэтому, конечно же, участники проекта отбираются именно прежде всего в связи с способностью выполнить научно-техническую работу. Но это, естественно, не единственная задача. Основная задача фонда, конечно, способствовать развитию инноваций, с тем, чтобы результаты научных исследований переходили в бизнес. То есть на основе результатов научных исследований начиналась, так сказать, реализация этих разработок. И в итоге, в идеале, конечно, фонд ждет, что появится коммерческий продукт инновационный, появится малое предприятие, которое, так сказать, этот продукт будет производить. И вот по такой схеме уже с момента основания фонда, по такой схеме было поддержано уже более 10 тысяч предприятий. Огромное количество ежегодно, ежегодно только по одной из программ фонда, программе «Старт», он поддерживает порядка 500 малых предприятий. То, что предприятие должно быть малым, это, естественно, требование. Фонда, то, что оно должно быть научно-техническим, должно подтверждаться в его уставе. То есть в уставе предприятия должно быть записано, что фонд в том числе осуществляет научный исследований в области технических наук. И существует большое количество программ фонда, которые, опять же, как бы распределены по разным этапам развития предприятия. Для самых начальных, так сказать, для предприятий, которые вот только-только образованы, существует программа «Старт». Дальше у фонда существует программа «Развитие». Это уже для предприятий, которые имеют обороты. И есть программа для предприятий, которые уже вот им требуется, скажем, только год, чтобы создать продукты. Уже на следующий год они его начинают продавать. Это программа «Коммерциализация», программа «Международных проектов» и программа «Кооперация». Это, так сказать, еще одна программа, которая стоит особняком, она уже подразумевает участие не только малого предприятия, но и крупного предприятия, которое является заказчиком технологии. А для самых ранних стадий, даже это называется непосевная, а предпосевная, когда молодые люди, будущие инноваторы хотят получить финансирование какое-то начальное, вот была в 2007 году организована программа «Умник», чтобы шифровать как участник молодежного научно-инновационного конкурса. И первоначально программа «Умник» финансировалась, исходя из размера 200 тысяч рублей, потом уже эта сумма увеличилась вдвое, то есть победитель программ получает 400 тысяч на два года. Это действительно сумма, на самом деле, конечно, небольшая для научной разработки, и прежде всего она служит, что называется, для того, чтобы молодые люди смогли проверить свои идеи и сделать хоть какой-то простенький лабораторный образец или макет, на котором можно было бы увидеть, что да, действительно, эта идея может быть реализована. Вот на что нацелена программа «Умник». И каждый год представительство фонда отбирает по Московской области порядка 35-40 победителей по программе. Отбор происходит в два этапа. То есть, как правильно сказал Замир, сначала у нас проходит отборочный этап, когда мы в муниципальных образованиях, в научных центрах, вот на базе, например, манекея, мы проводим отборочную конференцию и предварительно заслушиваем доклады, так сказать, молодых ученых, и после этого мы отбираем наиболее интересные доклады, которые уже попадают на финал. То есть у нас каждые полгода, потому что программа проводится два раза в год, каждые полгода проходит примерно 10-12 отборочных конференций по Московской области и одна итоговая финальная. Вот в этом году, 24-25 ноября, пройдет уже 10-я юбилейная финальная конференция, которая носит название «Молодежные научно-инновационные проекты Московской области». Пройдет она в два дня. Первый день, 24 ноября, мы заслушиваем проекты по биотехнологии и медицине в Манеке имени Владимировского в Москве. А 25-го числа мы собираем представителей других направлений приборы, это химия, современные материалы и IT, уже в городе Куковском. То есть у нас география очень большая. Мы каждые полгода проводим двухдневную финальную конференцию, и каждый раз мы выбираем новое муниципальное образование. Так что, в общем, я думаю, что Уступина тоже в перспективе. Есть такая возможность, да, мы посмотрим, так сказать, послушаем. Да, нужно немножечко, конечно, наверное, потянуть какой-то уровень, нужно, чтобы набрались опыта. Замир уже был на 9-й финальной конференции в мае этого года, и потом уже, так сказать, будем дать предложение провести финал в Ступина. Вот. Поэтому вот такая вот обширная программа в итоге приводит к тому, что у нас в общей сложности каждый год по Московской области участвует порядка 200, в целом, вот, 200, так сказать, участников отборочных. На финал выходит порядка где-то 30-35. То есть каждые полгода 100 человек мы слушаем, где-то третий отбираем на финал. Вот. И каждый финал, примерно 15-20 человек, становятся победителями. То есть в результате где-то отбор примерно получается 1 в 5. То есть из 5 участников отборочных 1 становится победителем. В общей сложности у нас уже с момента осуществления программы уже 400 победителей по Московской области. Очень большая цифра. Вот. Уже, кстати, вот ходят такие мысли, вроде, что может быть, надо клуб Умников в Московской области организовать. С Маковой. Наших победителей с учащимися этой школы Сколково. Мы пытались, так сказать, скрестить сразу науку и бизнес. Кое-что из этого получалось. Кое-какие даже организовывались команды, и даже не были учреждены малые предприятия. Вот. Умники Московской области-победители участвуют во всех федеральных практически мероприятиях, таких как, например, открытые инновации, да, которые будут 30 октября этого года. Уже какой там по счету 5, наверное, или 4, да? 28 октября, или 1 ноября. Ну, 28 октября, или 1 ноября. Ну, да. Вот. Значит, фонд на открытых инновациях делает свой собственный такой павильон, и там обязательно выставляются проекты Умников, в том числе и из Московской области. Вот. Если говорить о таких мероприятиях, например, как Farsight Float, значит, таких мероприятиях, как Russian Startup Tour, да, Startup Miva всегда обязательно в этих мероприятиях участвуют победители «Умники» Московской области, и, соответственно, добиваются неплохих результатов. Так что, в общем, эта программа, это только первый шаг для того, чтобы, так сказать, набраться опыта и уже стать таким серьезным инновационным предпринимателем. Вот. Ну, теперь два слова по регламенту. Значит, хотелось бы, чтобы, ну, выступление...